Строительство западного обхода Бреста с широкополосной проезжей частью и мостами имеет как экономическое, так и стратегическое значение для города. Центральный объект, в первую очередь мост через реку Муховец, практически готов. Многие горожане, проезжая по улице Зубачева, уже сейчас могут увидеть широкую дорогу, соединившую левобережные и правобережные районы города. Несмотря на трудности, которые закономерно возникают при строительстве подобных масштабных сооружений, объект будет сдан в срок, как раз ко дню города над Пугом. Сам мост, несущий конструкции моста, выполнены на 100%. Мост находится в проектном положении, потому что первоначально мост был на временных опорах. Когда его полностью залили металлобетонный пролет, тогда мост опустили где-то порядка на 40-50 сантиметров уже на постоянные опоры. Теперь по мосту можно ходить ножками на велосипедах, ездить. Открытие автомобильного движения ожидается к сентябрю. Именно такой срок необходим, чтобы подготовить к асфальтированию развилку сетей, поменять их и переложить по новым схемам. Единственное, что пока еще не открыто движение по своему мосту, потому что открыть движение – это есть определенные, скажем, небольшие трудности. Это первое. Это надо сделать по проекту, потому что вначале думали сделать временную схему движения, но наш мэр все-таки убедил нас, чтобы мы уже работали по постоянной схеме. То есть спуск с моста к звезде, к Брехской крепости, вот там очень сложная развилка. Очень сложная развилка в плане том, что там идет очень много старых сетей, все эти старые сети надо поменять, переложить по новым схемам. Также кабельные линии продукции, убрать вот эту трансформатору под станцию, которая на остановке находится. Когда это все будет сделано, тогда будет все закатано асфальтом, и тогда можно будет пускать движение по мосту. А сам мост ко дню города будет готов 100%. На строительных площадках вовсю кипит работа, ведь открытия шестиполосной трассы ждут с нетерпением все горожане. Мост поможет снизить транспортную нагрузку на многие городские магистрали и стабилизировать движение, ставшее за последние годы очень интенсивным. Уже после введения объекта в эксплуатацию пробок и заторов на дорогах станет значительно меньше. Тем более, что это только начало всего западного обхода. На второй этап, который выпадает на 2013-2014 годы, запланировано возведение путепровода через железную дорогу в микрорайоне Речица, расширение улиц Героев оборудованной резкой крепости Смирнова и съезд с автомагистрали М1Е30 в створе этой же улицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...